Уважаемые коллеги, добрый день. Тема моего доклада это открытые бронхоангиопластические операции при раке легкого. Учитывая, что мы выбиваемся из графика и постараемся сократить доклад. Впервые в 1947 году Прайс Томас выполнил бронхопластическую лобоктомию пациенту, который являлся военнослужащим военно-морского флота армии США. И выполнение пневмоноктомии поставило бы под сомнение продолжение его карьеры. Именно поэтому выбрана данная экспериментальная методика. Первая же ВАЦ бронхопластическая резекция репортирована в 2002 году, а серия случая в 2008 году. Анализируя литературу, встречено очень много кейс-репортов серии из 10-15 случаев ВАЦ бронхопластических резекций. Имеется только одна публикация, и то она еще не опубликована, а только принята в печать от наших коллег из Шанхайского госпиталя. Они использовали, из технических особенностей, использован пролент 3.0, непрерывный шов, пересекалась нижняя легочная связка для уменьшения натяжения на анастомоз. Вначале выполнялась лимдисекция, потом уже формирование анастомоза, и они избегали скелетирования бронхов. По результатам непосредственным у них не было ни одного осложнения со стороны анастомозов, то есть ни несостоятельности, ни грануляционных стенозов. Одногодичная выживаемость составила 100%. Если принимать внимание, шовный материал, то сейчас актуальными являются три материала, это викрил, ПДС и пролент. Экспериментальных работ по изучению именно анастомозов межбронхиальных их нет. Но если смотреть сопоставление тканей, то пролент более склонен к микроапсодированию и в дальнейшем формированию грануляционных стенозов. Относительно методики формирования анастомозов выделяют узловой непрерывный, а также их комбинацию. Преимуществом узлового вида шов относится точное сопоставление, возможность правильного соединения краев бронхов, особенно это касается сложных форм, сохранения кровоснабжения краев раны. Из недостатков можно выделить только относительную трудоемкость и повышенный расход шовного материала. Преимущество непрерывного метода – это относительная быстрота выполнения. Однако к недостаткам относится сложность к гофрированию тканей. При прорезывании нити на любом из участков анастомоза теряются все свойства анастомоза на всем протяжении. И также возможно нарушение кровоснабжения краев раны вдоль всей линии шва. Существующие методики формирования межбронхиальных анастомозов предполагают формирование соусти между бронхами одинаковых диаметров. В случае различных диаметров, это 90% случаев, предлагается их резекция, формирование дубликатуры, либо ушивание, либо их телескопическая инвагинация на 2-3 хрящевых полукольца, предложенные холосом с автором. Но, однако, при всех своих преимуществах имеется ряд ограничений в онкологической практике в связи с ограниченностью свободных от опухоли полуколец. С технической точки зрения, если на это посмотреть, то нахлёсточное соединение превосходит стыковочное по прочности, по герметичности и по концентрации напряжения. В нашем центре используется инвагинационная методика формирования анастомоза на одно хрящевое полукольцо, которое технически осуществляется следующим образом. После наложения паровизорных травматических швов по всей окружности путём натяжения с 2-3 нитей ближней полукружности происходит с временной фиксацией заживом с тиммолером затягивание задних сложных для инвагинации и манипуляции швов. И в дальнейшем уже при помощи пинцета инвагинируется передняя полукружность. Таким образом выглядит эндофото межбронхиального анастомоза непосредственно после операции. В нашем центре накоплен опыт 255 бронхопластических лобуктомий. Большую часть пациентов составили мужчины. Возраст варьировал от 18 до 82 лет. И большая часть пациентов – это 2-я и 3-я стадия немелкоклеточного рака лёгкого. 29 пациентам выполнены операции по поводу изолированного метастатического поражения бронхов. Во всех остальных случаях они носили радикальный характер. Преобладающее количество пациентов – это больные с посредоточным раком лёгкого. Учитывая тот факт, что более трети пациентов – это больные 3-й стадии, у части из них проводилось комбинированное лечение. Средняя кровопотеря при бронхопластических вмешательствах составила 257 мл. Время – 143 минуты. Выполнен 21 вариант реконструкции бронхиального дерева. Из них 158 случаев приходились на правосторонний доступ и 97 на левосторонний. У 40% пациентов операции носили комбинированный характер. Учитывая томатопографическую близость крупных сосудов, наиболее резуцируемой структурой была лёгочная артерия. Так, справа 20 циркулярных резекций лёгочной артерии и слева 44 резекции. Для группы бронхоангиопластических резекций средняя кровопотеря составила 349 мл, а время – 245 минут. В большинстве случаев использовалась первичная бронхомиопластика. Мы отдаём предпочтение межъеберной мышце. После операционного осложнения в группе бронхопластических резекций составили 21%. При сравнении с группой пневмонектомии бронхопластические резекции были выигрышны по общему количеству осложнений, а также по количеству нарушений ритма в послеоперационном периоде. Встречный метаанализ опубликован в 2012 году, который включал в себя 15 рандомизированных исследований. В общей сложности 1316 пациентов в него включены. Если мы посмотрим на послеоперационные осложнения, то в подавляющем большинстве случаев предпочтение отдаётся бронхопластическим вмешательствам. Однако одно исследование показывает, что пневмонектомии были сопряжены с наименьшим риском осложнения. Но если посмотреть на эту статью, то она включала всего 24 пациента с бронхопластической лобоктомией и четыре из этих осложнений являлось выполнение санкционной бронхоскопии в послеоперационном периоде. Однако, подытоживая, автор заявляет, что бронхопластические резекции являются безопасными и воспроизводимыми. Если посмотреть на смертность в сравнении бронхопластических лобоктомий и пневмонектомий, то тоже большинство авторов склонны считать, что бронхопластическая лобоктомия выигрышна. По нашим данным, у нас послеоперационная летальность составила в группе бронхопластических резекций 3,5%, и это 9 пациентов. У двух пациентов была несостоятельность швов межбронхиального анастомоза с последующим формированием МПМ и пневмония являлась причиной смерти в трех случаях. В трех случаях это массивная тромбоэмболия легочной артерии и в одном случае острый инфаркт миокарда. Опять же-таки, возвращаясь к данному метаанализу, если при рассматривании однокодичной выживаемости у одного автора возникли сомнения в преимуществах бронхопластических резекций, то уже трехлетняя выживаемость и пятилетняя выживаемость по результатам всех работ была на стороне бронхопластических резекций. Также, анализируя наши данные, мы не выявили достоверных различий между бронхопластическими резекциями и пневмоноктомиями, однако отмечена тенденция к повышению выживаемости в группе реконструктивной хирургии. По всей видимости, это связано с меньшим количеством смертей от неонкологической причины, потому что 10% пациентов умирают от декомпенсации сердечной недостаточности, а не от прогрессирования основного заболевания. Рассматривая безрецидивную выживаемость, также не выявлено достоверных различий. Однако различия были в показателях функций внешнего дыхания, в послеоперационном периоде. Также на 20 нефиксированных трубах мы измерили динамометрические показатели натяжения на латеральную и медиальную стенки формируемых межбронхиальных анастомозов. И увидели, что, например, после верхней бронхопластической лобоктомии справа основное натяжение приходится на латеральную стенку, в то время как при левостороннем доступе на медиальную. Также мы повторили серию этих экспериментов после серповидного пересечения перикарда ниже-ниже легочной вены. И увидели, что достоверно снижается натяжение на межбронхиальный анастомоз. Таким образом, нынешнее состояние выполнения бронхопластических и бронхангиопластических резекций сопряжено с минимальным риском осложнения и летальности. И если есть техническая возможность выполнить бронхопластическую лобоктомию, а не пневмоноктомию, этим надо воспользоваться. Благодарю за внимание. Большой докладчик вообще нам сократил время. Спасибо огромное. Если есть какие-то вопросы, я думаю, он готов ответить. Да, пожалуйста, Андрей Борисович. Пожалуйста. Вообще, насколько вы говорите в стране группы в областических операциях? В группе в нем онкопилен. Не рад ли это вообще по своей сути распространение, особенно сейчас, в ЦЭР? Пожалуйста. Андрей Борисович, спасибо за вопрос. Вы на самом деле правы, потому что это совершенно различные объемы операции. И, к сожалению, до сих пор многим пациентам при возможности выполнения бронхопластической резекции все равно выполняется пневмоноктомия. Поэтому, наверное, на данном этапе сравнивать эти группы корректно. Но я могу сказать, вот эти группы сравнения стратифицированы строго по всем прогностическим критериям. Т, Н, М, возраст, пол, гистология. То есть, с точки зрения онкологического прогноза, вот те больные, это не карциноиды, которые были использованы для оценки выживаемости. Это были раки легкого и полностью соответствовало группе пневмоноктомий. И если бы мы всем выполнили пневмоноктомию, тогда, я думаю, что это была бы одна кривая. Но когда сравнили по выживаемости, это абсолютно сопоставимые группы по всем прогностическим критериям. Поэтому я думаю, что абсолютно корректно все-таки сопоставлять эти группы по всем основным критериям. Продолжение следует...